МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Журналисты известного телеканала Би-Би-Си давно грозили снять фильм о самарских провалах и наконец-то решились. Но ямы лишь часть документальной картины об известной российской беде. Иностранцам покажут дороги такими, какие они есть. По их мнению, в нашем городе есть вся необходимая для этого фактура. Репортер вмешался в съемочный процесс и выяснил, зачем уважаемые люди, работающие на международном телевидении, полезли в открытые люки. Продюсер-шотландец, оператор из Лондона, два водителя и пара сопровождающих из России. Последние, конечно же, дамы. Люди статусные и профессиональные, работают на телеканале Би-Би-Си. Большая команда отправилась за три девять земель. Серьезное кино делать. Их дело стало открытием для них же самих. Они размышляют, восхищаются и удивляются. Ситуация мы людям. Съемочная группа в один голос утверждает, что таких историй, как в России, днем с огнем не сыщешь. Когда мы начали разрабатывать сюжет фильма, мы читали статьи в английских газетах о ваших ямах. Нам показалось, что это очень интересная и драматичная история. Это ведущий проект Джастин Роулот, корреспондент телеканала Би-Би-Си. Во главе с ним съемочная группа выясняет, кому и где на Руси ездить хорошо. По этой самой Руси они сами ездят на Большом внедорожнике. Приехали искать в Самаре ямы, но ужасов, о которых раньше писали, здесь не нашли. Иностранцам только остается разводить руками, где же все эти провалы. Приехали снимать фильм, а фактуры практически нет. Во время съемок сюжет пришлось немного подредактировать. Он будет о том, как и почему все сдвинулось с мертвой точки. Мы были заинтригованы, особенно тем процессом, когда люди сами вышли на диалог с властями, и те пошли им навстречу. Мне кажется, это очень показательный процесс демократизации России. Иностранный корреспондент дотошно осматривает улицы и все-таки находит одну единственную яму. Правда, только одну. Ей он радуется, как ребенок, но понимает, что это скорее исключение из правил. Все другие дыры огорожены. Там ведутся работы. Сейчас в основном меняют трубы. Иностранцы все же уехали из Самары довольными. Тема стройки и ремонта оказалась им куда более приятной и интересной, чем дыры в асфальте. Вот такой вот фильм покажут о Самаре. Но у нас все же больше хорошего. Например, в эти выходные в Хрящевке пройдет небывалое спортивное соревнование. Экстремальный марафон. Участники будут купаться в грязи, прыгать через костры и обливаться ледяной водой. Съездите, посмотрите. Я прощаюсь на этом до понедельника. Всего доброго.